А вот он же только уже выстрелил, видите, с девушкой, с своей женой, ну и с ребенком, двое детей. А вот эта жена его, Андреева Наталья, а вот эта... Директором она как раз... Она, да, сегодня назначена директором. Какой смысл жену представителя рейдеров сажать сюда в совхоз из Истринского района, хотя понятно всем, что у нас достаточно... Если даже Татьяна Геннадьевна хотела уйти на пенсию, хотя я точно знаю, что она не хотела этого делать, и мы с ней вчера разговаривали достаточно долго на эту тему, какой смысл было из Истринского района привозить сюда кого-то? На мой взгляд, это абсолютно понятная история. Когда вдруг всех, кто близок к коллективу совхоза, пытаются уничтожить, выгнать с работы, лишить каких-то доходов, только потому, что они хорошо относятся к директору совхоза и к самому совхозу. Но я уже знаю, что наши жители, родители детей восстали уже сегодня, ну, там, несанкционированное, скажем так, стихийное родительское собрание. Понятно, что я видел это видео. С одной стороны стоит девушка, жена одного из представителей райдеров, с другой стороны стоит бывший помощник, бывшего главы, который за махинацией, судя по всему, с землей, ну, другие вещи, был отстранен от должности. И вот там поддержка из РАНО приехала. Но люди недовольны тем, что так не делают. Представьте, и представьте, невозможно, что Татьяна Геннадьевна по собственной инициативе, не выдав аттестаты, не проведя выпускной вечер, значит, со слезами на глазах, а мы слышали все ее обращения, спасибо всем, значит, взяла и самовольно, и там по собственной инициативе ушла. Понятно, что это была вынужденная мера, вынудили написать заявление по собственному желанию. Это еще раз говорит о том, что к директорам школ, к учителям относятся не с уважением, а пытаются их руками или за их счет решать какие-то политические и экономические задачи. Как вы относитесь к ЕГЭ, почему-то, спрашивают. Да я отрицательно отношусь к ЕГЭ, и всегда к нему отрицательно относился. Я считаю, что ЕГЭ убило наше образование, убивает его. Потому что одно дело это знание, а другое дело вот это, скажем так, натаскивание ребенка на правильный ответ. ЕГЭ не способствует развитию личности. И я просто хорошо, зная о том, что испытывают дети, какие стрессы родители, думаю, что его надо срочно отменить. И вести советскую систему образования. Ну, конечно, модернизировав его. Ну, то есть, давайте так, можно сказать, что финская система образования, которая признана лучшей в Европе, она для нас более приемлемая, потому что финская система образования, это фактически советская система образования, только модернизированная под 21 век. Вот и все. Но финны пошли сейчас еще дальше. У них вообще никаких экзаменов нет. Свобода развития личности, возможность людям без стресса получать знания, не гоняться за какими-то результатами. И, кстати, понимаешь прекрасно, что вот недавно Геннадий Зюганов рассказывал об том, что выпускники филфака, не выпускники, а первокурсники филфака МГУ пишут диктант и не могут написать там в одной иной странице 8 ошибок. И поэтому гроша шена этому ЕГЭ. Это же все прекрасно понимают. Но, несмотря на это, значит, власть не хочет признать ошибку. А это надо делать. По Конституции все-таки позицию какую-то вы займете, спрашивают. Вот КПРФ уже занял позицию, вы как думаете? Я абсолютно согласен с тем, что Конституцию надо менять. Позиция Геннадия Зюганова, КПРФ и всех левых сил в том, что Конституция должна быть не буржуазная, а социалистическая. Предложения, которые вносились и в том числе в момент президентской кампании, и это были предложения и национально-патриотических сил, и КПРФ, и всех левых сил, которые я представлял, была другая. О том, что нужно в Конституцию записать все, что было предложено нами, а именно недра принадлежат народу, суды должны быть избраны, президент должен не больше двух сроков избираться, и неважно, какой это президент. Ну и там дальше по списку все эти 20 шагов можно прямо сейчас вносить в Конституцию. Другое дело, что почему-то в Конституцию пишут то, что уже написано в других законах, а эти законы не работают. И какой смысл повторять, что, скажем так, индексация пенсии? Слушайте, она должна происходить в любом случае, и не по Конституции, а по федеральному закону. Но самое главное, что Конституция, какая бы ни была, ее надо исполнить. А в Конституции, где записано бесплатное образование, где оно бесплатное образование? Бесплатное здравоохранение, ну мы видим, что творится здесь здравоохранение. Он говорит, что независимость судов, где оно видна? Мы прошли тут все эти суды, и я прекрасно понимаю, что суда в России нет справедливо. Ну может что-то еще добиться в Верховном суде, да и то редко. А на самом деле мы прекрасно видим, как все это сходится. И поэтому дух Конституции, где написано, что должен, там свобода собраний и там многое другое, все это не действует, к сожалению. Нужно добиться изменения Конституции, я считаю, что он должен быть социалистическое. И второе, добиться того, чтобы эта социалистическая Конституция исполнялась. Ну и еще вопросы к самой процедуре. Ну вот здесь спрашивают, Павел Николаевич, что вы думаете о том, что Рота Агро открыл офис в совхозе? Чего они добиваются? Ну, во-первых, пока ничего не открыл, потому что мы вдруг увидели вчера, что в муниципальном здании, а это сделать можно только проведя в аренду и получить там официально через тендер все это дело. Вдруг открывается какой-то офис. Это их заявление. Ну, честно, то, что там написано дальше, конечно, меня вызвало влупу, смех, потому что, ну, во-первых, Рота Агро должна сначала понять, что им сначала нужно у нас поучиться. Я сегодня просил председателя правкома, а у нас есть такое понятие «Коллективный договор». А там записаны все обязательства, в том числе администрации, перед работниками. И попросил их узнать в областном профсоюзе, руководство областного профсоюза, есть ли в фирмах, которые входят, ну, в предприятия, которые входят Рота Агро, это Рота Благовещение, Таширово, Татищево, Архангельское, ну, там есть много. Есть ли у них вообще полдоговоры, чтобы сравнить, как мы относимся к своим сотрудникам, и какие льготы мы предоставляем пенсионерам, беременным женщинам, детям, и какие они. И вдруг выяснилось, что у них колдога вроде. То есть они на самом деле не выполняют основные принципы защиты коллектива. А потом только стали выяснять, что у них везде убытки, Рота Агро глубоко убыточная компания, что у них показатели в разы ниже, чем у нас, по производству всего, чего только нет. Они там говорят, что они производства молока, ну, да, они получили миллиард рублей из бюджета, но показатели в полтора раза хуже, чем у нас, по надое. Они говорят, что они овощи производят. У них там уважаемость картофеля 100 центнеров с гектара, а у нас 400. И эти люди приезжают и говорят, что мы хотим вас получить. Причем, кстати, ни один представитель Рота Агро у нас пока не появился. Да, вот юристы, которые рейдерами были два года, которые потом перешли плавно от пайщиков-треакционеров к моей бывшей субкруге, потом оттуда к Полихате, оттуда и от Полихаты к Рота Агро, и теперь представляет Рота Агро интересы все, они вдруг собираются учить нас работать. Причем, очень интересно, они пишут, что мы крупнейший агрохонд. Смотрим, какой там крупнейший агрохонд. Да, действительно, по гектарам 20 тысяч гектар, а по производству ниже, чем у нас 2. У нас заслуженных агрономов, заслуженных работников сельского хозяйства, награжденных различными наградами, не только федеральными, но и областными, 200 человек. Смотрю, а у них этих показателей нет. Зарплата в 2 раза ниже минимум, чем у нас, по всем предприятиям, без исключения. Везде убытки. И вдруг эта компания смешная рассказывает, что она будет учить нас, как работать в сельском хозяйстве. Да, знаешь, смешная история произошла. Это тут назначили нового этого смотрящего, начальника территориального отдела. И вдруг он присылает нам письмо. как правильно бороться с борщевиком. Я сижу и думаю, ну, и при Добренкова никогда такого не было. Понятно, что человек, который, он судьбу городской человек, который ничего не понимает в этом, и вдруг он учит нас, как бороться с борщевиком, какие нужны препараты применить. Это кроме улыбки ничего не вызывает. Так же, как и Ротаги. Вам жаль о Норильске и Быклово? В Норильске работали моя бабушка и дедушка, причем довольно долго. У меня дед был Марк Шейдером. И это такая, ну, как у нас есть, истоки, да, есть две родины у меня. Вологодская, папа из Вологды, и папа, то есть мама из Норильска. И поэтому, конечно, любая экологическая катастрофа рано или поздно придет сюда. Потому что мы все учили в школе круглогорода, вода, природе, как движутся ветры и все остальное. Поэтому не то, что жалко, это опасность. И я как-то, будучи еще кандидатом президентом, говорю, что у нас главная проблема, одна из главных проблем, это техногенные катастрофы, которые заложены в наших ржавых трубах, в том, что никто не смотрит, все пытаются получить максимальную прибыль, тащить все это за рубеж. И в этом отношении, кстати, с Августом Ленину очень выигрышно смотрится, потому что новые котейные, новые ЦТП, модернизированные сети. Я тут смеялся, читал, тут у нас заявилась одна эта девушка, как это называется, президент говорил так, с низкой социальной ответственностью. Она такая работница муниципальной службы, называют ее Таня, и она, значит, называет себя Днище, еще там послушана, что-то в видном, и пишет всякие, оказывается, как она думает умные посты, что у нас мусор в подъездах, что у нас крысы бегают, что там директор разворовал все, наслушалась глупости про офшоры, еще про что-то. И вот она написала, что у нас тут все очень плохо, что трубы дырявые. Дырявые. Я пытаюсь понять, а где у нас трубы дырявые? Никак не могу понять, потому что у нас действительно бывает везде аварии. Порывы, кстати, на новых трубах бывают, на пластиковых, но это связано с тем, что качество пластиковых труб не всегда самое хорошее. Вот подрядчики мы проверяли, все опрессовываем, но чтобы у нас постоянно были аварии, а мы к своему поселку очень хорошо относимся, за последние полгода, или даже год только один был порыв на трубах. Действительно, кабели летят, но они, как правило, к сожалению, уже старые. Весной, осенью, был ремонт на кабели, который впитает капельку. То есть, наш детский сад, один из детских садов муниципальных, но ее достаточно быстро устранили, за три дня. Если бы сахоз это делал, он за день бы устранил. Поэтому у нас нет проблем ни с коммуналкой, ни со всем остальным. Причем, кстати, она написала, что у нас самые высокие коммунальные платежи. Мы представили справку о том, что наши коммунальные платежи на 30, 12, 15% дешевле. Социальности. Да. И поэтому это все фейки, вранье. И, кстати, она же была вот этим пресс-секретарем Венцеля. И теперь она в этой команде работает до сих пор. И главная задача взблодоражить здесь людей, замутить какую-то воду. Ну, народ к ней так относится. Интересно, я читал эти, скажем, комментарии. Ей бы надо... Ну, мужчина бы застрелился, а ей просто надо выйти замуж, наверное, и заняться другим делом. Павел Николаевич пишет, вот Василий Дружинин, что видел во время защиты от рейдеров, здесь, от приставов, с вами Шувалову, и поэтому спрашивает, как вы относитесь к ее исключению из КПРФ и Елены Шуваловой. Ну, давайте так. Я не член партии, и обсуждать действия внутри партии не мое дело. Хотя, зная Елену, она вот одна из первых приехала на защиту. Я к ней очень положительно, как к человеку, отношусь. Я не знаю, какая у них там партийная дисциплина, за что можно наказывать. Поскольку я беспартийный, ко мне это не относится. Но, как человек, знаете, побольше бы таких женщин было в России. Потому что она действительно очень неравнодушный, очень активный, очень горячий человек. Вот таких депутатов нужно, чтобы было больше. А внутри партии, ну, разберутся они, в конце концов. Бондаренко спрашивает, как вы относитесь. Очень хорошо. Николаеву я отношусь прекрасно. Мы тут с ним обсуждали какие-то насущные вопросы, в том числе я его просил приехать к нам. Он очень, ну, скажем так, абсолютно правильно расставляет акцент. И, кстати, я считаю, что у нас ситуация вот такая, мы еще пока живы. Потому что и Геннадий Андреевич Зюганов, и такие, как Бондаренко, Рашкин, Шувалова, Максим Шевченко, мои товарищи, с которыми я очень много проехал, Ющенко, Афонин, ну, и многие-многие-многие коммунисты, они все делают для того, чтобы совхоз поддержать, не дать его в обиду. Тут вопрос, как вы к Навальному относитесь. К Навальному? Да. Нормально я отношусь, как к любому человеку, как к правду. Я всегда говорю, слушайте, ну, если Навальный говорит правду, почему я должен к нему плохо относиться? Другое дело, что есть разные течения, ну, вот, знаете, я последние несколько месяцев часто думал о этой ситуации. У меня такое впечатление, что мы находимся в такой, в оккупации уже. Есть они, те, которые разворовывают страну, и есть все мы. Там они, как это, и есть, и люди патриотичные, не очень, есть люди, которые, значит, ну, инертные, а такие, как Навальный очень активные, есть люди, которые всех пытаются вывести на чистую воду, а есть, которые просто смотрят и молча негодуют по этому поводу. Но все мы одинаковые, нам всем противно, когда разворовывают страну, нам всем противно, когда коррупция уже стала государственной политикой, нам всем противно, что в результате у наших будущего, у наших детей нет будущего. Вот, и я согласен и с ним готов на защиту тех, которых незаконно арестовали, в том числе и Платошкина, и всех остальных. Потому что это уже больше похоже на преследование по политическим мотивам, это противоречит вообще Конституции, то, что происходит. Подойти к полицейскому страшно, потому что, скорее всего, это же стало уже добыдной нормой, когда росгвардейцы или полицейские входят и говорят, сейчас, если ты мне что-то не сделаешь, я тебе подкину наркотики. Они не стесняются этого, вообще просто. Генералы не стесняются, что у них полковники 7 в миллиардах. Он говорит, ну, застрелился бы, или, по крайней мере, написал заявление, об отставке. И мы видели, как в нашей борьбе с рейдерами Федеральная служба безопасности, сотрудники приходят к суде и говорят, как он должен принять решение. Дают ему флешку и говорят, вот это ты опубликуешь. И он публикует на сочинении 24 страницы текста, который вообще никакого отношения к закону не имеет. А потом мы не можем ни в каком суде, ни в касации, ни в эпиляции добиться справедливости, хотя все знают, что это абсолютный бред. И поэтому это система, которую надо срочно менять. Не зря, кстати, КПРФ говорит о независимом суде и о выборности судей. Но это же невозможно уже стало. Что по звонку тебя могут осудить за брошенный стаканчик на три года. Или просто ты ничего не совершал, просто плакат развернул и все. Ты уже в тюрьме. А за хищение в миллиарды рублей тебе дают условный срок и еще спасибо, пожалуйста, отъехайте за границу. Ну это же смешно. Это даже не смешно, это страшно. Про шамана Кабышева спрашивают. Слушайте, еще раз, человек целеустремленный, не призывающий ни к чему. Вот, если бы шаман пошел и сказал, что вот, я хочу бороться с Трампом, его бы никто не остановил. Ну а какая разница? ну у него собственное мнение. Он что, опасен для общества? Да нет. В общем-то все его, особенно те, которые я знаю ситуацию в Якутии, к нему все прекрасно относятся. Он никого не пугал. Ну, влепили ему такой карательной психиатрией. Мы же прекрасно понимаем, что это все неправо. Там, кстати, некоторые граждане дают пистолет и стреляют в потолок гостиницы в Пешенебе. их же не закрывают, им делают просто такое внушение. Ну, пускай они не якуты, они, допустим, чеченцы. Ну и чего. А Гарбышев что, с оружием, что ли, пытался куда-то войти? что он, у него, скажем так, покровители слабые, у него покровители народу. Поэтому, это все очень плохо. Это все не говорит о том, что живем в правовом обществе. Тут очень много, конечно, ругаются товарищи там друг с другом. Ну, не надо ругаться друг с другом. Мы все на этой ситуации. Стараемся говорить громче. Вот, нас уже смотрят 1666 зрителей в прямом эфире. Я тут увидел вот фразу о том, что выбранцы СССР говорил не КПРФ, а Платошкин. Тут нет смысла спорить, что раньше, яйцо или курица. Потому что, если вы возьмете программу «За новый социализм» Платошкина и сравните с программой «20 шагов КПРФ», которую я представлял на президентский выбор, когда еще Платошкина не все знали, то вы обнаружите постоянное сходство. А если вы возьмете то, что говорит Сергей Удальцов или Шевченко или многие другие, тот же Болдырев, Филин, но многие из патриотического блока, то обнаружите, что все говорят одинаково. Ну, может быть, разными словами. То есть, это идеи социализма, которые висят в воздухе, и никуда ты от этого не денешься. И все есть, вот в чем была задача моя и КПРФ, это консолидировать все левые силы на территории России, чтобы показать, что мы не разрознены, а вместе. Кто-то пытается поссорить там кого-то с кем-то, кидывают различные фейковые данные. Нет. Я думаю, что наоборот, нужно объединиться. Почему? Потому что, я уже как-то говорил об этом, времени осталось немного. Государство, власть сама толкает людей к революции. Нам нужно сделать все, чтобы не было таких волнений, которые сейчас происходят во многих странах мира. Сделать это можно только мирными протестами. Если бы, например, после того, как власть объявила после выборов о пенсионной реформе, вышло не 500, не 50 тысяч человек, а миллион человек в Москве, никакой бы пенсионной реформы не было. И это не значит, что они должны бить витрины, там, биться с полицейским. Не нужно. Нужно просто выйти на разрешенный витинг и сказать нет. Нет этим решениям, нет повышениям налогов, нет вот этому беспределу, который творится. И ни в коем случае их активных действий не принимают. Я абсолютно убежден, что Платошкин никогда не призывал к каким-то насильственным действиям. Все, что я видел, что он говорит, поэтому все должны концентрироваться в помощи и Платошкину, и всем остальным, которые у нас без сомов. Есть яркий пример, которого за политические мысли практически осудили уголовно и до сих пор он вынужден быть за границей, потому что понимают, что как только он сюда приедет, вот эта вот карательная система, она его просто уничтожит. А человек уже не молодой. И таких в КПРФ, знаешь, огромное количество. Вот в региональных парламентах, в парламентах особенно и там, где юг, слушайте, ну это вообще, это беспредел по отношению к ульяновским коммунистам, но тоже Николая Бондаренко. Это же все люди, которые были подвержены всяким репрессиям. Ну и совхоз возьми. Мы же прекрасно понимаем, что рейдовский захват поддержан на самом верху. Это же точно. Вам опланируют, говорит, вот в 2011-2012 году много людей вышло, но не получилось тогда. Почему? Ну, наверное, потому, что, кстати, власть была не готова к этим протестам, но и, если читать основоположников марксизма и ленинизма, Ленина, то там было написано, что должна создаться революционная ситуация. Вот на мой взгляд, сейчас революционная ситуация гораздо ярче выражена, чем тогда. Потому что, если ты помнишь, тогда, 2012 год, это был год, когда еще так называемые тучные годы. Когда было, что делить, когда низы еще не понимали о том, что будет происходить. Да, тогда людей возмутило вот это вот, ну, абсолютное попрание избирательного права. Но это были такие, больше, белые воротнички. А сейчас в нищету, в бесправие попали огромные массы людей. Вот, я сегодня приводил уже пример. Ну, посмотрим, как директора школы очень уважаемого человека. Взяли и в одночасье выкинули. С учителями делают все, что хотят. И они просто вот конкретно, не пойдешь голосовать, не зарегистрируешься на сайте госуслуг, уволим или лишим премию. Вот. Кстати, вот эту девочку назначали год назад в школу в Истринскую. Знаешь, как они отбились? Ну, родители вышли. Ну, и потом большая часть учителей написала заявление об уходе. Сказала, если вы сейчас сделаете то, что вы сделали, то мы уйдем все. и в этом случае власть испугалась, ну, хотя не только испугалась, там был новый, там был, скажем так, адекватный министр образования у нас тогда, сейчас уже, не знаю, ее поменяли, в том числе, из этого. Но она встала на защиту коллектива, и в результате вот это вот Андреева Наталья Юрьевна, по-моему, ее не назначили. И слава Богу. Потому что развалить то, что сделано годами, может очень просто, легко, любой человек, который в этом коллективе не работает. А это не связано вот сейчас с голосованием, с поправкой назначения? Я увешу, мы с Татьяной Геннадьевной вчера вот с директором школы Срыбкиной обсуждали это все, это политические вещи. Потому что она достаточно грамотная. Кстати, знать, что Татьяна Геннадьевна работала директором долгое время школы в Москве. А там все-таки своя определенная система. И туда просто в директора не попадает абы кто. Ну и многое из того, что она в Москве подчеркнула, она принесла сюда. И она создала коллектив. так можно по-разному относиться к системам обучения, еще к чему-то. Мы с ней часто спорили, но это всегда был спор таких доброжелательных. Никогда у нас не было конфликтов. А вот то, как с ней поступили, честно, это просто, на мой взгляд, это подлость. Это обыкновенная подлость. Знаешь, мне кажется, проблема в том, что к власти стали больше проходить подлецы. Как будто идет отрицательный отбор во власть. Люди, которые сказали, не сделали, украли бюджетные деньги, распилили. Вот сейчас мы, написал прокурору письмо, глава предыдущий, и даже вот уже сейчас, мы видим, как земли лесного фонда, федеральных земель, которые принадлежали Незису Давоству, наши земли, путем сговора с судьями, в том числе, изъяты и отданы тем, которые собираются их сразу продать, на этом нажиться. И все об этом знают. И губернатору писали письма. И ничего с этими людьми не происходит. Они как на свободе, так и на свободе. Но попробуй ты из магазина возьми два батона хлеба, чтобы накормить детей. Тебя посадят однозначно. Вот это все несправедливость, это все от того, что во власть идут отрицательные наобороты. Можно я выключу? Михаила Георгия. Да. Без вам нет. Все. Павел Николаевич, собираетесь ли вы вести собственный личный YouTube-канал? Нет. Дело в том, что я же директор Сархоза, у нас есть вы. Зачем нам лишнее оборудование покупать, еще что-то делать? Вот. Олигарх. Тут написано, почему коммунисты воздержались по поправкам в Конституцию? Нет. Коммунисты призвали голосовать против. Да. Значит, были, когда они воздерживались, было такое, тогда их поправки они надеялись, что не пройдут. И они пытались навести диалог, в том числе, в Думе. Но, как ты знаешь, в Думе, которая по меткому изречению одного из единороссов, это не место для дискуссий, поэтому их просто, скажем так, не услышали вообще. Вот. И поэтому они сказали, ребята, последняя поправка, которая была внесена с голоса космонавтам, она вообще никуда не годится. и поэтому они стали голосовать против. Ну, родители готовы взять вилы и идти из-за того, что назначили нового директора школы, жену депутата. Это не депутат, друзей. Они сказали, мы его давно выгнали. То есть, они уже знают, что это обыкновенный мошенник. Я, кстати, сегодня с Истринской директором школы разговаривал. У него такой послужной список, то есть, его выстрел вообще уже не воспринимает, как хорошего человека. Просто там... Поэтому нет. Другое дело, что ну как, вот давай так, тебе, например, девушке, этой 35 лет, она никогда не работала в этом коллективе. Она никогда... Ну, у нее нет психологического образования, она не может быть педагогом, потому что она там психологию какую-то закончила. Причем видно, что, судя по всему, скажем так, хотя работает она сейчас уже, по-моему, два или три года зам директора школы по учебно-воспитательной работе. Ну, по оценке я уже все это узнал сразу, но это не лучший заучек. Это точно. И каким образом человек, который, ну, там так, мы понимаем, что могут быть амбиции, хоть в какую школу пойду, потому что ее из Истринской школы турнули учительский состав вместе с родителями, она, не моргнув глазом, решила прийти вообще в школу с традициями, с... Если бы уже хотели поменять Татьяну Геннадьевну, мы поменяли бы это на Добренкову. Она на самом деле создавала этот коллектив, она работала вожатой, потом учителем, потом заучем этой школы, потом, после того, как директор школы ушел, работала директором школы долгое время, она ее фактически создавала. В 2008 году мы с ней вместе на деньги совхоза провели такой ремонт, которым восхищалась даже губернатор Громов в свое время сюда приезжали все смотреть, как мы без копейки бюджетных денег отремонтировали школу так, что она заняла, помнишь, были национальные проекты, она стала победителем национального проекта. Сюда даже Дмитрий Анатольевич Медведев приезжал, когда был первым заместителем и восхищался тем, что он сделал. И поэтому, честно, школа с традициями должна иметь сильного директора, а не директора, который никогда нигде не руководил ничем. И после этого с амбициями приходит, меня послали. Но те, которые ее послали, ошиблись, это точно. Если они сейчас исправят ошибку, хотя вряд ли, потому что эти люди это новый глава, который сам из себя по большому счету ничего не представляет, но уже начал себя показывать. Новые вот эти руководители, которые нигде ничем не руководили, теперь ходят и учат нас, как нужно урны расставлять, хотя не понимают, что это такое. Ну, бог с ним. В общем, спасибо всем, кто нас смотрел. Спасибо, что потерпели слабый звук, будем стараться исправить это. С вами был ТВС-офос Павел Николаевич Грудинин. И я прошу Павла Николаевича регулярно выходить на это общение, если вы не против. У нас сейчас начинается земляничный сезон, когда это будет? Через два дня, я надеюсь. И у нас главная проблема сейчас собрать и продать землянику, тем более, что, к сожалению, власть поступает абсолютно неадекватно, она вроде бы, как сказала, что самоизоляция снимается, но одновременно в магазине продавать землянику можно, а на улице как будто бы нельзя. И мы сделаем все до того, что вроде как наша продукция дошла до москвичей и подмосковных жителей. Но мы все будем 30 дней без выходных. Если погодные условия позволят, то мы встретимся. В полях будем трансляцию. Мы работаем. Ну, в общем, покупайте землянику совхоза имени Ленина. Лучшую в мире, я скажу так. Спасибо. Ну, и чего там написали тебе? Блин, да ну, идет, я уже там смотрю, там как-то за бантией тролли, там звук у нас тихий. Ну, вот. Короче, надо в следующий раз звук демонстрировать. Ну, конечно, надо же это. Ну, смотри, 1800 человек по любому эфире смотрят. Я думаю, после окончания еще сейчас пойду. Ну, понимаешь, мне это не нравится, потому что все-таки нужно, чтобы ты сидел рядом, чтобы у нас был разгар.